Добрый вечер с новостями Эльвира Нейманбаева и Виктория Антонишина. Добрый вечер с новостями Эльвира Нейманбаева и Виктория Антонишина. Добрый вечер с новостями Эльвира Нейманбаева и Виктория Антонишина. Отношения между Турецкой республикой и Казахстаном имеют глубокие корни. Для Турции важно, что Казахстан принимает активное участие в деятельности международных организаций, в том числе в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. Глава государства сегодня принял председателя Верховного суда Кайрата Мами. Президенту было доложено о реализации судебной реформы и о текущей работе отечественной Фемиды. Нурсултан Назарбаев отметил большой объем предстоящей работы как в судебной системе, так и во всем правоохранительном блоке. По его словам, говорить о полной защите прав казахстанцев и их доверии в справедливое решение судов рано. Он также обратил внимание на слабое развитие адвокатуры, подчеркнув отсутствие состязательности в судебном процессе. Словом президента Назарбаева, есть нарекания к работе местной полиции, а не сокращается количество проверок бизнеса, налоговых ревизий. Глава государства поручил наладить работу в этой сфере. Кайрат Мамей проинформировал о росте количества обращений в суды, а также о результатах внедрения электронной судебной системы. Суды в республике работают в стабильном режиме. Более 512 тысяч уголовных, гражданских и административных дел поступило в суды в течение последних пяти месяцев этого года. Более 417 тысяч из этих дел были рассмотрены в отведенные процессуальные сроки. Продолжим. Развитие культурных взаимоотношений стран-членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили в Астане. В 14-м совещании министров культуры приняли участие представители около 10 стран. Участники обсудили достигнутые результаты за время сотрудничества и определили планы. Также страны-участницы намерены совместно работать над охраной исторического и культурного наследия государств ШОС, бороться с хищениями исторических артефактов, а также займутся подготовкой специалистов. У нас есть, скажем, такое неформальное общение, неформальное содействие друг к другу, которые дают свои плоды. В частности, для примера могу сказать, что в рамках экспо будет проходить знаменитая выставка «Терракотов войн». Буквально недавно это прошли выставка художников Узбекистана в нашем национальном музее. И сейчас, в сентябре месяце, мы взаимодействуем в области театрального искусства. Мы очень рады развитию сотрудничества со странами-членами ШОС и с Казахстаном в частности. Мы намерены укреплять взаимодействие с вашей страной, особенно в области кинематографа. Благодаря организации мы можем определить планы по наращиванию двусторонних и многосторонних связей. Свыше 30 пунктов программы здравоохранения Ден Саулок по итогам прошлого года уже выполнены. Об этом сообщил министр здравоохранения Ельжан Бертанов. Во время слушаний в партии Нур-Отан глава ведомства также отметил, что есть ряд проблемных моментов. Это дефицит специалистов общей практики и узких направлений в госбольницах. Недостаточная компьютеризация медучреждений для внедрения новых решений в здравоохранение. А также обеспечением квалифицированной помощи в отдаленных сельских местностях. На сегодняшний день в регионах более 2000 машин скорой помощи. К сожалению, из них порядка 40% устарели и не должны больше использоваться. Особо остро эта проблема стоит в Костанайской, Акмолинской и Жамбулской областях. Конечно, их износ связаны с активностью эксплуатации и с качеством дорог, особенно в сельской местности. Есть также и факт того, что приобретаются такие машины, исходя из цены. Чем дешевле, тем лучше. О качестве иногда забывают. Покупка карет скорой помощи финансируется из местных бюджетов. Мы хотим предложить министерству включить этот вопрос в обеспечении из республиканского трансферта. Вопрос скорой медицинской помощи очень важен, действительно. В ряде областей существуют проблемы с машинами. Но там местные исполнительные органы активно занимаются закупкой необходимых автомобилей. К тому же мы надеемся на частных инвесторов, как, например, в Актобе. Одна компания взяла шество над станцией скорой помощи. Кроме того, мы сейчас изменяем и систему оказания экстренных услуг. Благодаря ей планируем сократить время ожидания пациентов с 15 до 5-6 минут. Во время обсуждения депутаты предложили Ельжану Бертанову децентрализовать услуги в системе первой помощи. Проект предполагает создание медпунктов и хабов в зданиях жилых комплексов и домов. По их мнению, это повысит доступ населения к получению медпомощи. Кроме того, затронули и вопрос обязательного социального страхования. Уже с 1 июля работодатели будут наносить вклады за своих сотрудников. А с 1 января 2018 года взносы будут делать все казахстанцы. За полгода фонд планирует накопить 21 миллиард тенге. Все эти средства будут отправлены как запас в виде резерва для того, чтобы обеспечить финансирование оказания медицинских услуг уже начиная с 1 января 2018 года. Выгода из системы в том, что человеку предоставляется пакет медицинских услуг вне зависимости от того, какой размер премии он заплатил. Например, иные граждане, так называемые неактивные, в месяц должны будут уплачивать в следующем году 1414 тенге. Но это дает им право на получение полноценного пакета медицинской помощи, включая плановое стационарное лечение, которое может составить при необходимости несколько миллионов тенге. По прогнозам Всемирного экономического форума, через пять лет треть важных на сегодня профессиональных навыков потеряет свою значимость. В этих условиях необходимо сосредоточить образовательные усилия на интеграции технических, предпринимательских и творческих возможностей, позволяющих работникам переходить на новые профессии по мере их появления. Об этом говорили на международной конференции в Истане, которая проходит впервые. На диалоговой площадке собрались отечественные эксперты от образования, руководители институтов повышения квалификации и переподготовки кадров стран ближнего и дальнего зарубежья. Эта конференция позволит еще глубже нам обсудить вопросы непрерывного образования, объединить многие точки зрения, по которым не всегда у нас совпадают наши взгляды, и выработать некоторую общую концепцию развития непрерывного образования. Потому что в основе инновационных процессов любых лежит прежде всего непрерывное образование, повышение квалификации людей, которые продвигают прогресс, которые продвигают социальное развитие. И я думаю, что эту задачу, которую мы поставили Жамболом Октябрьевичем, президентом Национальной Академии Алтын-Сарина, мы эту задачу решим. Информация с Казахстанской фондовой биржи. По результатам двух сессий средний взвешенный курс 313 тенге 17 тинов за доллар. Общий объем торгов составил почти 71 миллион в американской валюте. Дом ребенка расположен на территории исправительной колонии. Здесь воспитывается 32 малыша от рождения до 3 лет. Их мамам разрешено находиться при своем ребенке практически весь день. Здесь созданы все условия для того, чтобы детишки хорошо развивались, были веселыми и здоровыми. Мы их с матерями не разлучаем. Они с утра до вечера, как с утра проснулись, умылись, пришли в детгородки и начинают до вечера заниматься своими детьми. Чистоту поддерживают. Также есть медперсонал, обеспечивающий здоровье детей. Праздник в День защиты детей традиционные для учреждения мероприятия. К нему готовятся основательно. Шьют красочные костюмы, продумывают концертную программу. Стараются, чтобы она была интересной и незабываемой. Вот и сегодня малыши радовались от души и веселым клоунам, и подаркам. В администрации учреждения каждое мероприятие пытается детям сделать праздники. На Новый год привозили клоунов. Дети у нас в принципе не обделены. Гости здесь тоже не редкость. Сегодня они прибыли с подарками и сладостями. Это представители республиканских благотворительных организаций, а также сотрудники областной прокуратуры. Вместе с подарками они вручили женщинам специальный сборник советов для осужденных. Данный сборник был нами составлен с учетом тех изменений, которые касаются как раз-таки непосредственно отбывания наказания женщинами. Более широко мы в ней раскрыли вопросы отсрочки отбывания наказания, их право на это, право условно-досрочного освобождения, вопросы амнистии. Руководство этой книгой – это как бы путь к свободе. Эта женская исправительная колония – единственная в республике, где есть дом-ребенка. Поэтому сюда направляют отбывать срок женщин, которые ожидают рождения малыша или имеют на руках грудничков со всего Казахстана. По словам руководства учреждения, сегодня благодаря гуманизации судебной системы многим из них удается выйти из заключения раньше срока. Гульнар Жантасова, Улжас Байбусынов, Хабар, 24, Алматинская область. В Алматы театр имени Лермонтова устроил для детей из детских домов настоящее шоу. В его программу вошли конкурс рисунка на асфальте «Казахстан. Мир. Экспо», флэш-моб с участием актеров, а также благотворительные спектакли на двух сценах. Основной темой конкурса рисунка на асфальте, с которого начался праздник Дня защиты детей, стала предстоящая Экспо-2017. Площадку перед театром имени Лермонтова дети из детских домов превратили в огромную картину. Они раскрасили эмблему выставки, общались с аниматорами, пели. С праздником, дорогие и любимые наши детки! Я считаю, что такие акции, когда дети все вместе и когда у них такие обширные темы для обсуждения, это прежде всего развивает и открывает в ребенке что-то новое. Он учится жить в социуме. И данные акции, они уже полюбились прежде всего детям, ради которых мы и делаем все это. В этом году на большой сцене показали сказку «Василиса Прекрасная», которая вот уже 40 лет входит в репертуар театра имени Лермонтова. В это же время на малой сцене дети из актерской школы порадовали своих сверстников мюзиклом под названием «Тук-тук, кто там?». К спектаклю мы готовились, сцену ставили. Очень много было репетиций. Иногда были шесть... Вчера было семь часов, позавчера шесть часов. Ну, как бы... Ну, были перерывы, конечно, между этими часами. Долго готовились, очень старались к этому, чтобы хорошо все было. И я очень рада, что у меня главная роль – коза. День защиты детей оставил незабываемые впечатления и яркие эмоции. Изучение юнот, но представьте себе, и трех лет не пройдет, как барсук запоет, и юнот запоет. Анастасия Валикжанина, Ерлан Абжанов, Алматы, Хабар-24. Короткая дистанция, бег на выносливость, метание гранатой, стрельба и прыжок с места. Нынешние президентские тесты включают шесть дисциплин, которые показывают общую физподготовку населения. В прошлом году Алматы оказался на первом месте среди других городов страны по массовым видам спорта. На этот раз мощную конкуренцию алматинцам составила быстро растущая Астана. Все это потому, отмечают организаторы, что с каждым разом увеличивается популярность здорового образа жизни, а вместе с ней и число желающих заниматься спортом. А в Алматы в президентских тестах приняли участие более двухсот жителей, для кого-то из них даже почтенный возраст не стал препятствием. Вообще я спорт люблю, активный образ жизни веду. Как вышел на пенсию, стал заниматься спортом более-менее. Каждый день, можно сказать, гимнастики я по утрам, самоделываю упражнения. Бывает беглые вечерами, прогулки делаю, прогулки у меня ежедневные, час-два часа. Уровень по тестам с каждым годом повышается. Людей, заинтересованных в сдаче тестов, становится все больше и больше. Это здоровье нации. Научно-опознавательная экспедиция Киэля-Казахстан пройдет с 10 по 25 июня. Мероприятие организовано Обществом Казак-Джиографии, охватит сакральные места Центрального и Западного Казахстана. В планах общества в этом году осуществить 14 проектов, в их числе серия фотоконкурсов «Мой Казахстан», молодежный фестиваль «Хан-Корык», международные научно-практические конференции и другие мероприятия. Кроме того, географическое общество задумывается и о создании собственного ТВ-канала. Такой вопрос поднимался, и мы запрашиваем возможность создания такого канала. Я думаю, что мы эту работу будем проводить. Мы создали медиасовет, у нас есть медиасовет. И я думаю, что мы в конечном итоге мы создадим. Но надо начать постепенно. Вот как мы начали само общество степ-бай-степ, как говорится, то, может быть, с передач начать, а потом уже и канал создать. На этом пока все. Благодарим за внимание и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!